За спиной у меня находится мой отель, называется он «Шкатулка. Резиденция». Это отель на 30 номеров, 22 номера санузлом и 8 номеров без санузла, маленькие, капсульные. Внутри отеля есть кафе полноценное. Основная целеаудитория моего проекта – это иностранные туристы и прогрессивная молодежь российская. Само место, в котором появился мой отель, оно уникальное. Это измаиловский Кремль. Это полностью новодел, не имеет какой-то под собой исторической подоплеки. Сам проект выполнен в таком русском стиле. Очень много орнаментов в гжели, хохломы, очень много классического русского искусства. Вся кухня исключительно русская. Странно было бы здесь увидеть какую-то другую концепцию, экологическую или какую-то европейскую, или еще что-то, или лофтовую, когда здесь вокруг уже задана стилистика. Задача была не превратить это все в какой-то лубок. Я пиарщик по образованию. Мой первый бизнес был связан с ремонтами квартир. Но в какой-то момент у меня появился хостел. Первый хостел. Это был 2010 год. И вот уже практически 10 лет я занимаюсь гостиничной сферой. Понятию хостел уже больше 100 лет в мире. Родоначальники это Берлин, Германия. У нас это понятие возникло в начале 90-х в Санкт-Петербурге. Основное отличие это, конечно же, многоместные номера и санузел общий на этаже. Но идет некая трансформация, некое смешение между отельным форматом и хостелным форматом. И все уходит в такой очень маленький, приватный, капсульный, двухместный номера. Но, тем не менее, это все равно остается бюджетный формат размещения, доступный. Человек также может, условно, за 2-2,5 тысячи рублей остановиться в самом центре города. Вообще, чтобы в Москве открыть хостел или небольшую гостиницу, требуются инвестиции от 5 до 20 миллионов рублей. Это будет достаточно для того, чтобы открыть небольшое средство размещения с номерным фондом от 15 номеров до 30 номеров. Это будет арендованное помещение, то есть не в собственность. Эти деньги, естественно, пойдут на ремонт помещения и на его оборудование. Стартовые инвестиции примерно 15 миллионов рублей. Аренда помещения 700 тысяч рублей. Ремонт помещения 6,5 миллионов рублей. Архитектурный проект 50 тысяч рублей. Мебель, дизайн, декор и все остальное 6,5 миллионов рублей. Юридическое оформление 1 миллион 200 тысяч рублей. Касса 20 тысяч рублей. У меня долгосрочная аренда на 5 лет и очень необычный, нестандартный договор, по которому моя аренда привязана к обороту от предприятия. Помещение мне досталось в очень плохом состоянии. Здесь было общежитие для гастарбайтеров. И нам пришлось снять все поверхности, практически все стены демонтировать, сделать заново коммуникации, канализацию, электричество, протянуть воду в каждый номер. Ну и, соответственно, все покрасить и задекорировать. Вся мебель в данном предприятии, она хендмейдовая. Все кровати, которые мы поставили в номера, мы делали самостоятельно. Нанимали плотников, закупали доски, брус, уголки. Сколачивали под каждый номер свою уникальную кровать. Остальная часть мебели, стулья, столы, мы все покупали через авито, бэушное. Мы это все шкурили, лакировали, красили, переобивали фирменной тканью. Для того, чтобы предприятие работало легально, и все было благородно с точки зрения закона, необходимо каждому гостиничному предприятию выполнить ряд предписаний, норм и требований. Их довольно много. Для того, чтобы все было правильно с точки зрения Роспотребнадзора, нужно сделать план производственного контроля. Нужно заключить обязательно договор с прачечной компанией, которая будет специализирована приезжать, забирать белье, производить термальную обработку и в пакетах привозить. Это очень важное условие. Необходимо заключить договор с компанией по утилизации и вывозу мусора. Это тоже обязательное требование Роспотребнадзора. Необходимо, чтобы у каждого сотрудника были медицинские книжки. Необходимо иметь ряд журналов, генеральных уборок и прочего. Это лишь часть списка, что нужно сделать по линии Роспотребнадзора. Что касается МЧС, то основное требование – это наличие пожарной сигнализации и правильное планирование эвакуационных выходов. На пожарную сигнализацию необходимо иметь специальный рабочий проект. Нужно заключить договор с компанией, которая будет потом в дальнейшем обслуживать пожарные датчики и смотреть, чтобы система была исправна. А также наличие огнетушителей, планов эвакуации, удостоверение пожарно-технического минимума. МЧС и МВД требуют наличия антитеррористического паспорта безопасности, акт категорирования и еще ряд приказов. Ежемесячные расходы примерно 1,1 млн. Аренда – 350 тысяч рублей, зарплаты – 301 тысяч рублей, ЖКХ – 60 тысяч рублей, налоги – 40 тысяч рублей, связь – 9 тысяч рублей, банковское обслуживание – 3 тысячи 500 рублей, кассовое обслуживание – 1,5 тысячи рублей, программы АСУ – 3 тысячи рублей, пожарная сигнализация – 9 тысяч рублей, вывоз ТБО – 2 тысячи рублей, мелкий бытовой ремонт – 15 тысяч рублей, прачечная – 42 тысячи рублей, прочие расходы – 50 тысяч рублей, комиссия букинговых систем – 220 тысяч рублей, реклама – 0 рублей, выручка предприятия – от 1,2 млн. до 1,6 млн. Прибыль предприятия – от 200 тысяч до 500 тысяч. В гостиничной сфере локомотив продаж, маркетинга – это, конечно же, сайт Booking.com. Он на территории Европы и России – это монополист в сфере продаж. Минус в том, что мы посажены на иглу Booking.com, плюс потому что, разобравшись в нем и правильно им оперируем, можно забить предприятие на 100% практически круглый год. Средняя загрузка нашего предприятия – 85% каждый месяц. Добиваемся мы такой цифры гибкой ценой, гибкой тарифной политикой. Один и тот же номер может продаться как в полтора раза дороже от прайсовой цены, так и дешевле на 50% в зависимости от времени заезда. Мы не используем никаких оффлайновых рекламных носителей, и мы не вкладываем деньги в Яндекс.Директ, в Google AdWords. Мы не выкупаем какие-то рекламные площади, не раздаем листовки, потому что просто нам это не нужно. Мы ориентируемся на аудиторию Booking.com, потому что эта аудитория, она, в принципе, правильная, и при правильном ценообразовании мы получаем своего клиента. В предприятии работает около 15 человек. Из них три горничные, от пяти до шести администраторов в зависимости от загрузки, от смен. Один управляющий на все предприятие, один администратор зала, это тот человек, который курирует только кафейную часть, один хаусмастер и три повара с одним шеф-поваром. Сейчас в российской сфере туризма очень хорошее время. Этот сегмент чувствует себя великолепно. Каждый год идет прирост клиентов. И официальные цифры, к примеру, правительства Москвы, они говорят о том, что средняя загрузка отелей по году от 75 до 82%. Это высокий довольно показатель. К примеру, в Барселоне средняя загрузка 90% по году. В гостиничной сфере есть два основных показателя рентабельности бизнеса. Это АДР и РФПАР. Один это показатель выручки, а второй показатель среднего дохода с номера. И если они примерно одинаковы, значит в проекте все хорошо. У меня показатель АДР 2500 рублей с номера, показатель РФПАР 2200 рублей с номера. Третий важный показатель в гостинице, это показатель occupancy rate, загрузка отеля. В среднем по Москве 75%, в моем отеле 85%, но последние два месяца загрузка составляет 90%. Цена двухместного номера с санузлом 2500 рублей в сутки. В гостиничном бизнесе довольно сложно посчитать себестоимость одного номера. Как сделал это я? Я взял сумму ежемесячных операционных затрат, постоянных и переменных, поделил на количество номеров и на количество дней. Таким образом, у меня получилась сумма примерно 1200 рублей на один номер в сутки. Сюда входят затраты. Аренда 374 рубля. Зарплата 324 рубля. Налоги 43 рубля. ЖКХ 65 рублей. Прачечная 42 рубля. Букингком 252 рубля. Связь 10 рублей. Административные расходы 18 рублей. Вывоз ТБО 2 рубля. Бытовой ремонт 16 рублей. Прочие расходы 54 рубля. Мне очень нравится, как развивается данный проект. И у меня есть большой интерес и желание развивать этот проект по франшизе. Собственно, чем я и буду заниматься через, наверное, полгода, когда смогу стандартизировать все процессы, сделать на базе этого проекта инструкции, собрать все во франшизный пакет, брендбук составить. После этого я, скорее всего, выйду на рынок с новой франшизой. Субтитры создавал DimaTorzok